роман день добрый я скажу только своим зрителям сейчас важна информация что тиньков открывает через пять дней фонд недвижимость самый доступный от 5 рублей в общем да я там тоже участвую кстати говоря ссылочка в описании кому это интересно с промокодом конечно с промокодом до 5 рублей это недорого доходность 15 процентов ну посмотрим как будет я не знаю я сам участвую небольшой суммы что там будет хрен его знает роман ты как относишься к различным этим парус и другим за пифом недвижимости наверное надо к ним относиться хорошо вот но к сожалению подобного рода инструменты не набрали еще достаточную историю для того чтобы считать эти вложения безрисковыми относительными виду и безопасно поэтому я лучше подожду еще пару лет посмотрю на какие грабли наступят остальные а потом может быть что-то и сделаю тем более что сейчас в общем смысл особые фонды недвижимости лезть я не вижу тут вокруг гораздо более ликвидные инструменты дают доходности повыше чем 15 процентов да кстати мне честно поднялся глаза ролик потапинка о том что те кто инвестирует недвижимость сумасшедший я ничего не успел посмотреть обязательно после нашего эфира посмотрю почему сумасшедшие почему все упадет ну на самом деле тоже неправильный взгляд каждому свое кому-то интересно долгосрочно инвестиции просто следует понимать что цикл движения недвижимости не совпадает с циклом движения акции сырьевыми циклами и так далее у них там свои блины и пироги вот и для того чтобы грамотно инвестировать подобные вещи надо разбираться первых структуре активов вторых в принципе в самих эмитентах подобных запиев потому что там очень часто много кроется подводных камней в любом случае мне сейчас проще покупать акции облигации или фьючерсы какие-нибудь недвижимости наверное все таки для очень богатых людей я так думаю ну да богатых у кого есть 5 рублей 5 рублей стоят и у тебя я думаю тоже нет 5 рублей если сейчас пороемся в карманчик я только что поучаствовал ты знаешь но небольшую сумму ладно хрен с ним давай я открою индекс московской бирже картинку и ты мне скажешь что мы находимся в болоте я тоже открою а вот сейчас я открываю открыл да открыл отлично 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 шикарно вот пока движение у нас идет вверх возможно мы закончили вчера локальную четвертую волну в последней пяти волновке вверх которую мы рисуем начиная с 22 сентября сего года цель у нас минимальная это обновление максимум в годовых ну а максимальная цель это наверное где-нибудь район три пятьсот семьдесят три пятьсот тридцать но честно говоря есть сомнения у меня по поводу того что это добьем нам бы максимум обновить и уже будет хорошо вот но скорее всего мы обновим годовые хаи и либо сразу после этого поедем вниз либо возможно добьем до сопротивления с месячного таймфрейм это отметка 3 388 потом скорее всего все рост уже и так идет ни шатка ни валка идеи все отыграны шлаки все задраны собственно говоря ставка центробанк уже 15 процентов так что ждем когда фэзэшки подтянутся короткие в принципе подтягиваются бодренько а вот длинный счет пока стоят на месте но я думаю как только доходности будет в районе 14-15 процентов очень многие люди решат поменять акции на облигации поскольку там риск меньше и самое главное гораздо более долго могут получать они доходность 15 процента поскольку есть длинные облигации но вот акции и в общем-то эмитенты акции вряд ли нас в обозримой перспективе будут радовать вот такими высокими доходностями кто кстати за счет эффекта низкой базы получились абсолютно вот которые были в этом году а вот один из моих подписчиков телеграм-канала сегодня говорит зачем зачем мне покупать облигации я лучше депозит депозит на три года войду пускай покажут депозит мне где дают 15 процентов на три года сейчас депозиты с такой ставкой максимум на год дают в этом то и есть весь прикол депозит конечно лучше чем у фэзэ но тем не менее к сожалению длинных ставок 15 процентов сейчас нигде нет ни во вкладах ни у фэзэ но у фэзэ в принципе если появятся такие доходности они будут и и на длинных облигациях скорее всего а вот что касается вкладов но я не знаю какой-то очень крутой хедж чтобы можно было предлагать подобные доходности на полгода пока сохраняется ставка цб это да вот будет для сохраняться дольше чем полугода у меня по этому поводу большие сомнения даже по полугодовому интервалу большие сомнения ой давай поговорим как раз про ставку цб ну ты сам вышел на разговор тем более ты ожидал что на два процента повысит нет я ожидал что повысит до 15 процентов и кстати по моему в одной из своих передач и это декларировал вот то что повысили бодро это хорошо мы сразу видели реакцию на валюте теперь главное не сбавлять темпа и добивать какой-нибудь страшной риторикой всех боксофилов поскольку снова к ним видимо вернулся какой-то покупательский угар а ты что думаешь по доллару если без шуток без прибауток так вот доллара до инвесторов я имею ввиду не для спекулянтов я думаю что пока мы не пробили свои важные поддержки они кстати рядом мы их даже пытались пробить на сегодня это отметка 92 87 это у нас основная поддержка но и запасная на 92 27 если можем закрепиться ниже этих уровней то скорее всего мы развернулись и поедем вниз ближайшая цель 85 с половиной а так можем принципе до 80 добить и даже до 76 но пока еще непонятно надо будет смотреть к стату разволновки вот но поддержки мы удержали хотя вчера была попытка их проколоть вот сегодня даже сверху отрестили так что шансы на еще одну волну вниз пока сохраняются цель у нас прежняя по росту отметка 104 66 на сегодня сопротивление куда-то туда мы скорее всего и будем поддержать если вот указанные поддержки не проблем я в принципе сам за то что доллар нас стоит достаточно дорого плюс ко всему цб за него взялся серьезно не только цб еще вождь вас указы всякие выпускает но в любом случае жить я покупателям доллара явно не дадут поэтому я просто рассчитываю что может быть технической точки зрения на это есть некоторые намеки будет какое-то негативное событие ближайшего времени на которой могут окунуть еще раз наши рынки вниз резко но самое главное будет большой всплеск выстрела в валюте как раз где-то в район там 104 105 но и после этого нас уже повезут вниз и прилично скорее всего мы будем менять свой тренд на понижательный нефть как-то непонятно себя ведет вот это вот пила выпиливает пилу не для чтобы расти на геополитик нет она выпиливает пилу ну сейчас нефти и газ и вообще все смотрят на операцию в газе вот а хитрые генералы которые то приближают операцию газету откладывают операцию в газе они в принципе пока что видимо косят деньги на войнушку с арабами у меня лично такое мнение складывается но другой стороны если есть возможность поиграть на инсайде почему бы этого не сделать в связи с этим нефть у нас высоковолатильная то есть как только говорят сейчас сейчас войдем в газу начали отрасти как только говорят не войдем начинать снижаться ну и собственно всё agora пока такая ромашка будет продолжаться пока не будет понятно будет ли операция в газе или нет для этого надо понять особеннохый а судите вы американское правительство официальное действия евреев на ближнем востоке или нет американское правительство должен сидеть ждёт россии а Postard у них получается довольно быстро практически день в день а вот с израильскими войсками Пока что непонятки. Ну и в связи с этим, скорее всего, будет продолжаться воплательность на рынке нефти. Сигналом к тому, что, возможно, мы все-таки двинем наверх, я думаю, что будет пробой 233-периодной скользящей средней на часовом таймфрейме. Это отметка 88.17. Вот дневной скользящей средней. Это у нас отметка 85.27. Мы, собственно говоря, вчера отбились, так что шансы возобновить рост у нас есть. Но, как мне кажется, все-таки какое-то время мы еще в боковичке поболтаемся. То есть сходим куда-нибудь на 93, потом опять сходим на 85 или на 84. И вот таким макаром будем какое-то время болтаться здесь. А как ясность операции появится, тогда мы и рост свой продолжим. Тренд по нефти вверх. Текущая коррекция – просто коррекция. Просто надо посидеть и пережидать ее. К тому же контракт экспирировался старый, новый начался. Вроде, по идее, больше никто никого там сильно обманывать не должен. И должен восстановиться тренд. Я думаю, что в ближайшее время это произойдет. А судит? А судит – это знаешь, что я хочу сказать? Вспоминается фраза Бадена, сказанная неделю назад, что мы были с Израилем всегда и будем с Израилем всегда. Что-то в таком духе. Кто там будет осуждать? Это я сомневаюсь. Да нет, естественно. Никто никого не будет осуждать. Просто тогда слишком ярко станет видно двойные стандарты, которые коллективный запад применяет и к нам, и, собственно говоря, к своим, скажем так, собратьям. Но, с другой стороны, мы к этому привыкли. Обтечем очередной раз. Будем ждать других интересных событий. Вот тут у нас с тобой нестыковочка политическая пошла. А скажи, пожалуйста, по поводу золота. Все-таки мы не смогли выше 2000 пока закрепиться, да? Да, 2003. Мы пытались пробить сопротивление в понедельник на азиатской сессии. Естественно, оно было обречено на неудачу. Потом пришел Лондон и как бы перекопал все по-своему. Ну, вот пока что, да, не получилось у нас взять сопротивление. Но страшного в этом ничего нет. Мы, в принципе, взвились в небо практически орлом. Сейчас я тоже золото открою, чтобы не быть балахловным. Ну, и, собственно говоря, пробили очень сильные сопротивления. А 2003 – это был просто контрольный уровень, проход которого должен подтвердить то, что мы едем обновлять Ист-ХАИ. А так у нас сопротивления очень сильные были. Это был кластерный уровень 1946 и кластерный уровень 1931. Вот, собственно говоря, на тест этих поддержек мы в любом случае должны сходить. Просто если мы пробьем 2003, мы, скорее всего, сперва обновим исторические максимумы, а потом уже вернемся тестировать пробитые сопротивления, которые я указал. Ну, а поскольку 2003 мы не пробили, если сегодня оттестим этот уровень снизу и отобьемся, то как раз навестим свои поддержки, отбой, откуда можно снова покупать, добирать или набирать позиции у кого как. Ты не изучаешь график позитива Technologies? Нет, не изучаю. Я даже не торгую эту компанию. Слишком маленькая история. Ну да, зато интересно. Надо посмотреть, что людям интересно, да? Кто там, Хендерсон или как его там, эта компания-то, которая производит одежды? Им интересно то, что рекомендают сейлзы брокерских компаний. А сейлзом брокерских компаний интересно заработать денег. А что там будет у клиентов, им совершенно неинтересно. Поэтому надо смотреть не то, что интересно другим, а то, что, в общем-то, интересно тебе и руководствоваться в этом случае какими-то объективными критериями для оценки акций. Не знаю, там, по Баффету или там еще как. Я, честно говоря, позитив Technologies, я думал, смотрел график, так думал, что предпосылки все бокового движения. А он взял скотина и выпал из этого бокового коридора вниз. Но я на этом не пострадал. Я даже немножко заработал на этом. Вот, да. Но просто как-то вот ожидания мои не оправдывают. Хотя вот есть такие разъяснения, и Разуваев говорит, там будет там, не помню сколько, 4 тысячи или 3,500. Ну, что-то... Нет, 3-4 тысячи будет. А тем не менее, вот он у них, скотина, окисляется. Ну, так всегда бывает. Если вдруг кто-то там покупает или на IPO, или там на SPO какую-то новую компанию, у которой нет истории и есть только фантазии, собственно говоря, менеджеров этой компании, ну, естественно, сейлзов, аналитиков, то, по мне, лучше просто посидеть, посмотреть, когда набьется история, хотя бы там лет на 5, чтобы можно было понять технически вообще, как эта компания себя видит. То, что есть некоторые бумаги, особенно, кстати, бумаги IT-сектора, и особенно, кстати, у нас, которые движутся специфично. Не так, как, в общем-то, сырьевые бумаги, не так, как банковский сектор, не так, как индекс ММВБ. Вот, поэтому с такими компаниями следует особенно быть осторожным. Тем более с компаниями, которые в России занимаются инновациями. Пример Роснана, я думаю, что никого не напугал, хотя и не удивил, но, тем не менее, точнее, не тем не менее, и все начинают лезть в какие-то новые вещи, о которых неизвестно практически ничего. И вообще, в принципе, инновации России – это как-то странновато. Ну, по крайней мере, на текущем этапе. – Ты вот договоришь, денег у нас нет на размещение паев. А вот я вчера с одним человеком разговаривал. Он говорит, я вот уговариваю делового партнера купить Яндекс. Ну, я не знаю, вот как после этого, хоть стой, хоть падай. Ну, что ты думаешь по поводу Яндекса? – Ну, я мало чего думаю. Технически компания, в принципе, выглядит более-менее. У меня даже в портфеле сейчас Яндекс лежит. Прикупил по случаю вчера, там где-то в районе 2,570. Ну, и, собственно говоря, жду добоя до сопротивления. Это отметки 2,818 и 2,853. Ну, в крайнем случае, там, 3,008 еще есть сильный уровень. Если будем отбиваться оттуда, то лонги лучше закрыть. Стоит напомнить игрокам, что очень много бумаг Яндексовских покупалось под редмицеляцию в ИДРах и покупалось процентов на 50, на 70 дешевле, чем они стоят сейчас. Это не означает, что сейчас кто-то прям все ломанутся продавать эту бумагу. Естественно, все будут смотреть на рыночную конъюнктуру. Но если вот в районе 2,800-300 будет создан достаточно большой объем на продажу, я думаю, это может побудить кого-то начать распродажи. Так что в Яндексе лучше пока не засиживаться. Ну, а если кто-то и хочет засиживаться, то подождите, пробои от 3,000, закрепление выше, и тогда можно будет что-то там продолжать делать. Роман, а вот такой необычный вопрос. Ты смотришь много графиков. Какая бумага самая техничная? Да, наверное, Сбербанк. Самая техничная бумага – это самая ликвидная. Просто ликвидные бумаги сырьевых секторов – это все-таки циклические бумаги. И ходят не вместе с рынком. А вот Сбербанк, он и по ликвидности чемпион, он и по любви всенародной тоже чемпион. И перспектива у него хорошая. Поэтому это отличная такая вменяемая трендовая бумага, которая хорошо держит тренд. Ну, коррекции у нее, конечно, странные бывают, но это специфика не Сбербанка, а всего нашего рынка. Потому что там что ни день, то там либо измена родине, либо война, либо еще чего-нибудь. В такой ситуации рынку вообще в принципе сложно сохранять какой-либо тренд. А есть такая бумага, в которой настоящие работают мужики, мачо? Вот типа погнали вверх, погнали вниз. И вот такой тренд пошел вот так вот, без запилов. Есть такая бумажка? Да, настоящие мужики, во-первых, по крайней мере, как мне кажется, они не занимаются спекуляциями и никуда ничего не гонят. Настоящие мужики, типа Джейсон Стэплод, они просто сам устраивают себе IPO, там покупают и держат до конца или своей смерти. Ну, мне так кажется, по крайней мере. И какие перспективы у Сбербанка? Я тебя немножко по Сбербанку перебил, когда только сказал, что Сбербанк – это очень хорошая бумага, самая хорошая. Да, Сбербанк – хорошая перспектива. Это, во-первых, бенефицар всей вот этой хреномонди, которая у нас царит, импортозаместительный. Плюс к всему, это одна из немногих бумаг, которая обновила, в общем-то, максимумы августовские. Ну и, собственно говоря, цель у нее ближайшая – это сопротивление на 286 и на 300. А если их пройдем, поедем обновлять из ТХИ. И там, в принципе, цель, если не ошибаюсь, в районе 470. У меня сейчас просто дневного графика под рукой нет. Как бы Россия – страна крупных достижений, открытий, культурных, очень много проектов, экономических проектов. Открывается масштабнейшая выставка «Россия», форум «Россия» на ВДНХ. Ты идешь 4-го числа смотреть? Не знаю. По ВВЦ я периодически люблю прогуливаться, но тут вопрос времени. Сейчас его, конечно, особо многое я не имею, но подобную выставку – это наверняка интересно. Мне вообще, в принципе, нравится наблюдать за достижениями московского правительства, за достижениями российского правительства. Как-то становится тепло и уютно, когда видишь, что мы чего-то достигаем. Поэтому, если будет время на эту выставку, я непременно схожу. Ну и, естественно, если будет еще хорошая погода. Это тоже важно. Но она будет несколько недель, по-моему, даже месяцев несколько. Это просто первый день будет, самый знаковый. В России погода может держаться несколько недель или месяцев. В общем-то, одинаково плохая. Не мне тебе рассказывать. Но, безусловно, я думаю, что если такой долгий срок выставить, то время выкрою. Значит, будем смотреть. Все. Спасибо большое, Роман, за интересное интервью. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...